самсунг моделька у нас вот такая g570f точнее сказать не на ремонте а на разборе пока что не знаю будет предложение не будет пока телефон просто разберем состояние у нас вот такое телефон у нас включенный хозяин не знаю будет делать не будет но пока разберем подберем запчасти кстати ссылку на дисплей оставлю в описании под этим видео вы ставьте лайки поехали когда разбора на просто понадобится кусок вот такого вот старого лезвия скальпеля обязательно другим куском вас не получится берем раз у нас дисплей уже наверно возьмемся таки изопропанул чтобы облегчить нам жизнь наберем его так берем и по контуру проливаем изопропанулом такими вот нехитрыми движениями кстати говоря хозяину очень сильно повезло samsung на этом аппарате использует айпи с матрицу не amoled так что ремонт будет принципе недорогой для него так пока проливаем и весь периметр то место где мы начали проливать принципе уже начинает отходить потихоньку не знаю как разбирается данный телефон в принципе не разбирал ни разу я предполагаю что также как все самсунги через морду но в принципе это еще не факт так как у нас есть этот шов сейчас морду снимем там уже видно будет принципе морда нам уже не нужно напоминаю и дисплей и touch у нас под замену обычная песка берем лезвие поддеваем и приподнимаем так берем карточку пластиковая это уже у нас не новая но по крайней мере целая кстати этой карточки на алиэкспрессе продаются ссылку тоже оставлю под видео но идут они очень долго очень долго не идут все равно они в итоге приходят так поднимаем мы дисплей и под рамку высловываем карточку так не получилось заново приподняли такая щель получилось и карточку заводим очень сильно разбит поэтому у нас карточка в принципе выскакивает так 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 не знаю может быть там есть у нас шлейф под экраном вот тут уже не звук кнопки samsung зачастую кстати делает кнопки на шлейфе нижние сенсорные поэтому не хочу лезть и под экран туда можно в принципе повредить если не знаешь имеем и имеем и такой липкий слой который нихрена что-то не размок берем его и вытаскиваем вот такое разбитие прям вообще никак не могу разориться я на сепаратор жалко мне 4000 рублей но не знаю может быть дай бог сейчас что с youtube он пойдет знаете наверно многие да что там по новым правилам уже больше года нужно иметь 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров подписчиками то все в порядке на момент записи записи этого видео с часами просмотров то пока беда тем не менее надеемся так ну короче крошится дисплей у нас точнее touch точнее стекло крошится очень сильно вообще крошится прям так локально я наверное все таки позволю себе сделать пакость взять лопату и понять поднять матрицу сама все равно она уже у нас мертвая проблема у нас в одном что-то телефон то включенный так видим шлейф вот идет судя по всему дисплея до подключается там под под сплеем так что правильно начал разбирать так оторвал шлейф мы не проблема в принципе дисплей все равно поет на мусорку жалко телефон у нас не выключены и судя по всему выключается он у нас только либо с кнопки либо с аккумулятора аккумулятора внутри ладно долгим нажатием выключил так осталось у нас нижняя часть самая такая поганая где могут быть у нас шлифа посмотрим может быть шлифов то и нету так вот этот клейкий слой вот это клейкий слой вот там у нас как раз таки шлейф по ходу дела именно да вот он шлейф у нас идет я может быть не шлейф может быть сам датчик он скажет контачит с платой с той стороны так на чем мы остановились покупатели пришли обычно никого не было только начал записывать начали ходить ну чё хотя бы прибыль несут таки не теряем сеточка динамика и в новом сплее не будет так как я говорил у нас тут во первых вот шлейф его не увидел ноги до него еще не дошел во вторых вот у нас тут не судя по всему это у нас она без шлейфа происходит да да она без шлейфа она просто у нас плату контакте стороны мне приносили телефон с другого сервиса это был у нас samsung g3 по моему него здесь идет шлейф внизу красу g3 2 сенсорные клавиши подсветку клавиш и кнопка home так вот другого сервиса мне его принесли где меняли дисплей дисплей оторвали прикинули как отрывали срезали лезвием обычным для ножа канцелярского прикинули новый дисплей сказали что у них не работает кнопка home и не стали вклеивать после чего они приехали ко мне где я обнаружил под старым дисплеем который они прилипли обратно срезанный шлейф прям вот в этом месте то есть срезали дисплей и видимо как-то не аккуратно или по незнанию или может быть по фигу на клиента как срезали просто тупо срезали шлейф а у нас городе шлейфа данного не было в наличии почему-то кстати долгое время не было мы заказывали с китая с алиэкспресс а ждали достаточно долго его этот шлейф но тем не менее все закончилось хорошо поменяли дисплей поставили оригинальный и поменяли шлейф китайский поставил так что вот так все сеточку мы не теряем убираем куда-то в сторонку не приклеить и сразу сюда в динамику телефон у нас принципе расклеен сейчас мы отстегнем вот этот пластиковый фиксатор тут есть направление где отстегивать стрелочка и мы отстегнем дисплее сюда это у нас не iphone так что у нас ничего не должно сгореть при отстегивании дисплея дисплея у нас отстегнут маркировку видим маркировка здесь есть кстати на телефон наехала машина видим телефон даже не повело почти маленько коромысла есть но чуть-чуть совсем чуть-чуть так этому все стороночку и крышечка крышечку не теряем сейчас с клиентом обговорю по деньгам если устроиться будет вторая часть не будет значит вы увидите все так как есть вам спасибо за просмотр а не забываем ссылочки в описании